Всем привет! Вы на канале Elisabeth Books, и мы продолжаем череду новогодних влогмассов. Вчера я даже не успела с вами попрощаться, мы съездили на мюзикл-шахматы, мне очень сильно понравилось. Вообще, театр — это то место, в которое я очень люблю ходить, там особая атмосфера, атмосфера искусства, вот эти голоса актёров, сцена, представления, которые показывают зрителям. Всё это меня вводит в необыкновенное состояние, из которого я потом очень долго выхожу. По приезду домой мы ещё решили с моей младшей сестрой Виолеттой посмотреть какой-нибудь мультфильм «Выбор наш пал на Энканто». Это недавняя новиночка от Дисней. Мне мультфильм очень понравился, в нём прекрасные песни, хорошая мораль, семейные ценности, взаимоотношения между членами одной семьи, как они взаимодействуют, какие у них появляются проблемы по ходу сюжета, и за этим очень интересно наблюдать. В целом, я люблю, когда в мультиках затрагивают какие-то более глобальные темы, но преподносят их для детей, подростков, да и для многих взрослых простым языком. К слову, наверное, вы уже заметили оленя, рождественского оленя за моей спиной, я ещё подробнее его вам покажу. Его сделал собственными руками мой дедушка. Покрасил, вырезал из картона. Это фантастически красивый олень, который будет скрашивать нам новогодние праздники. Мне кажется, в кадре он смотрится очень гармонично, тем более с ёлкой. Снежку олень понравился, он в первую же секунду на него запрыгнул, благо сейчас относится к нему очень положительно и не вытворяет больше никаких фокусов. Но я без ума от этой работы, и мне очень-очень нравится, как она выполнена, насколько талантлива и как подходит потрясающе к нашим видео. Но давайте поподробнее поговорим о книгах, на которые сегодня будем смотреть. В последнее время распространилось такое явление, как книжные закупки. Это чаты в Телеграм, где многие люди из разных городов закупаются книгами с книжных складов. Это обычно делают те, у кого нет возможности лично приехать на эти книжные склады, порыться, что-то поискать там, закупиться самостоятельно. И есть люди, которые помогают в этом, делая, понятно, небольшую наценку. Но в целом в тех чатах, в которых состояла и состою я, наценка очень приятная, не такая уж и большая. Действительно, можно получить различные интересные новиночки, интересные хорошие книги, в хорошем качестве, без каких-либо браков. И я состою в книжных закупках не только из города Москвы, потому что я в Москве живу, и мне проще съездить самой на книжные склады. Есть склады в других городах, где тоже часто встречается что-то интересное. Но я не часто там закупаюсь, так как у меня и так много книг. Но к Новому году решила сделать себе подарок, тем более в одной из закупок были неплохие книги, которые я бы тоже хотела себе приобрести. И, во-первых, это недавняя новинка от Фанзон Хару из Девятого дома. У меня есть Гидеон из Девятого дома. Как я понимаю, эта серия состоящая из четырех книг, две последующие в процессе написания. И, скорее всего, в 22-м году на английском выйдет и третья книга тоже. Я еще не начинала читать этот цикл, но мне безумно нравится его общая такая атмосфера, которая царит в отзывах. Мне нравятся, в принципе, аннотации этих книг. И Хару из Девятого дома я взяла больше про запас, так как есть большая вероятность, что она либо пропадет из продажи, либо цены на нее возрастут. А тут по приятным ценам я сразу же купила, поставила на полочку. Кстати, планирую читать Гидеон из Девятого дома первую частью в ближайшее время, в первых месяцах 2022 года. Далее еще одна новинка, взгляд на который у меня периодически падал в последние несколько месяцев. Это Кэтрин Парди и ее луна костяной волшебницы. История о ведьмах, о кровавых ритуалах. И главная героиня должна, чтобы пройти некий обряд инициации, убить своего возлюбленного. Но фишка в том, что на ее зов, на ее магическую песнь откликается не совсем тот юноша, а молодой человек, который напротив ищет ведьм для того, чтобы их истребить. У него личная история, лично они привязаны к ведьмам. Они когда-то забрали жизнь его отца. И вот так судьбы наших главных героев оказываются связаны. Предстоит нечто волшебное, атмосферное. Я в последнее время без ума тематики видим. И надеюсь, что здесь она, по крайней мере, будет представлена. Хочется взять, не знаю, возможно, возьмем на следующую книгу на чтение именно «Луну костяной волшебницы». А вот следующая книга, я не знаю, почему я в целом ее взяла, обратила на нее внимание, так как это не мой сорт литературы. Я в целом такой человек, который не очень любит читать романтику. Только в последние два года начала открывать для себя этот жанр. читать Анну Джейн, Асю Лавриновичу и Нину Логвин, Лену Сокол. Но вот почему-то на мои глаза попалась книга «Идеальный парень» Алексис Холл. Это ЛГБТ-история о двух юношах, один из которых является сыном рок-звезды. И ему для того, чтобы восстановить свою подпорченную репутацию, требуется создать фальшивые отношения, благополучные отношения, чтобы как-то отвлечь прессу, отвлечь общественность от своих каких-то проколов в личной жизни. И скажу честно, я взяла эту книгу только потому, что она очень низко стоила в целом для этой серии. Издательство было очень приятная цена. Если мне не понравится, то у меня есть много подруг, которым я уверена, идеальный парень придется по душе, от которых порадует эта история, и такой подарок тоже придется по вкусу. Тайная опора, привязанность в жизни ребенка – это книжка по психологии детей, подростков, как обращаться с ребенком, с младенцем, как выстраивать с самых первых дней жизни с ним какие-то взаимоотношения, гармоничные взаимоотношения. И мне эта тема больше интересна с такого любопытства. Я в целом хочу понимать, из чего вот состоит психология ребенка, как с ней взаимодействовать, как выстраивать хорошие гармоничные отношения с детьми. Два произведения из серии «Двойное дно», «Все не то, чем кажется» из этой серии. Я читала, о чем мы солгали позапрошлой осенью. Мне очень понравилась книга, неожиданная развязка, интересный сюжет, бодрый язык написания историй. И решила приобрести себе в коллекцию триллеров еще два произведения, на которых у меня взгляд периодически падал. Во-первых, это «Скажи, что ты моя» история о женщине, у которой, как я понимаю, еще во младенчестве пропадает ребенок, то ли с ним что-то приключилось не очень приятное, то ли девочку похитили. И наша главная героиня еще и психолог. И вот уже спустя долгие-долгие годы к ней на прием приходит девушка, и она уверена, что это ее дочь, ее потерянное дитя. Но проблема в том, что у этой девушки есть мать. Пациентка не имеет ни малейшего понятия в том, что здесь происходит. И, конечно же, и мать, и псевдодочь пытаются выяснить, что происходит. Мне кажется, опять же, тут будет очень какой-то шокирующий поворот сюжета, который повернет в корни всю историю. Люблю такие триллеры, такие детективы, в которых ничего не понятно и ничего не однозначно с первых страниц. Иногда я лгу, а вот у этой книги очень интересная аннотация, потому что наша главная героиня, которая будет расследовать собственное нападение, на нее совершили покушение, она находится в коме. Но ее сознание при этом работает, как я понимаю. Она слышит все, что происходит вокруг нее, все разговоры. Она возвращается в воспоминаниях в прошлое, пытается распутать этот загадочный клубок интриг. И, опять же, думаю, что тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Но сам тот факт, что главная героиня в коме, и все, что будет происходить, происходит в ее сознании, уже очень интересная деталь. Вот такие мини-покупочки у нас были в этом влогмассе. Честно говоря, очень странно, что мы буквально вот уже сколько? Десять минут или около того сидим на одном месте. На самом деле мы сегодня еще поедем в магазин, посмотрим, что там интересного. Но, скорее всего, ничего особенно. Просто поснимаю какие-нибудь новогодние атмосферные украшения. В принципе, я уже собрала все подарки родным и близким. Мне не нужно ничего особо нового покупать. Напишите в комментариях, как проходит подготовка к масштабному празднику у вас, что уже успели сделать, какие дела еще остаются на скамейке запасных. Мне будет интересно узнать. К слову, я сейчас ничего практически не читаю. То есть я вчера закончила читать «Рождественского поросенка» и больше ничего так и не взяла. Был очень насыщенный день, вечер. Сейчас очень насыщенное время. Еще я недавно узнала, что будут показы Гарри Поттера вновь по телевизору. Это настоящая зимняя традиция. Вчера, к слову, было 24 декабря, сегодня 25. Всех поздравляю с Рождеством католическим, но все же Рождеством. Очень люблю этот праздник. А насчет чтения я сейчас хочу именно ту книгу найти, которая сумеет завлечь меня в свои сети, не будет отпускать до самой последней страницы. У меня была шальная мысль взять какой-нибудь триллер или какую-нибудь остросюжетную историю, что-то вроде того. Давно не читала этого жанра. Потом думала все-таки продолжить чтение новогодних книг. Но у меня в голове засела мысль о том, что я очень хочу прочитать год и один день Изабель Брум. Об этой истории я услышала от Леры Жук. Она читала ее в своих влогмасах. И настолько красочно, настолько атмосферно Лера рассказала об этой книге, что я тут же ее захотелось, бросилась искать, а в магазинах ее нет. Совершенно нет. Я пытаюсь сейчас купить эту историю с рук, но тогда она придет только после Нового года, так как службы доставки тоже будут отдыхать. Надеюсь, это скоро пройдет, и я вновь погружусь в конижный водоворот события. Сейчас давайте пройдем, собираться уже, и постепенно будем выезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА